Стоит на ногах, так широко развернуты ноги, передняя рука, и все удары, и навстречу. Соперник бросается, он бьет справа, навстречу, ничего больше не выдумывая. При этом выглядит гораздо мощнее, чем Сергей Макарик. Да, но бьет на 100% точно. Ну давайте посмотрим, что удастся сделать Сергею Ковалеву в этом поединке. Первый раунд, минута прошла. Ну вот, ну ничего, такое тоже бывает. Это просто, вы знаете, американец наносил удар, ноги у него остались в сзади, и он падает просто. Ну да, Сергей сделал шаг назад, и у того просто не оказалось уже опоры. Вот навстречу, вот неплохо. Ну вернее, сейчас Ковалев ударил в атаке, но точно так же он может, вот сейчас навстречу ударил справа. Немножко точно. Еще раз скажу, что Кристофер Доунс, он победитель двух последних чемпионатов США, победитель панамериканского квалификационного турнира, и он будет боксировать в Пекине. Вот чувство дистанции, тот, знаете, момент, оба стоят соперника в ожидании провала, да, или там, или неудач на атаке. Кто кого перечувствует, кто быстрее воспользуется ошибкой соперника. Нам представляют Кристофера Доунса, тоже хороший боксер. Ну, думаю, что Сергей Ковалев ни в чем не уступает ему, ни в классике, ни в технике, ни в мощи. Поэтому тем интереснее будет посмотреть, нам второй раунд, и третий, и четвертый, если они состоятся. Вот тот забавный момент, который случился несколько минут назад. Неплохой американец, да, действительно, он выжидает, смотрит, пытается увидеть, поймать начало атаки соперника, но то же самое все делает и Сергей Ковалев. И боксеры, они по манеру ведения боя, они очень похожи друг на друга. Такие же высокие, значит, передняя рука на встрече справа, похожа чем-то, и поэтому очень сложно боксировать со своим отображением. Ну да, как бой с зеркалом получается. Снова рефери в ринге, представители Соединенных Штатов Америки. Ну, а у нас второй раунд. Равная борьба, опять же, борьба на дистанции. Момент только его перечувствует, то быстрее станет попадать. Это ведь только за счет дистанции, за счет интуиции, за счет работы ног, чьи кулаки быстрее будут достигать цели. Американец так бесшамбашно пошел вперед, но... И все во встречу, и пропустил все во встречу. Опять у него ноги как-то остались сзади. Нет, просто американец бросается без подготовки, если вы обратили внимание. А нервы на пределе, он хочет ударить, попасть, бросается без подготовки. Естественно, Ковалев попадает на встречу. И вот то, что... То есть нервы не выдержали у американца. Вот. Великолепно. Снова. Еще один удар. И мы видим... Где открыл счет рефери в ринге. Шесть, семь, восемь. Нет, это просто нокдаун. На этот раз нокаута нет. Но вы посмотрите, как довольна публика. Какой интересный бокс, они сходят. Да и мы с вами тоже, уважаемые телегрители. Меня интересует другое. Может ли Ковалев попасть еще раз? Может он закончится этот бой? И вы знаете, что, мне кажется, погубило немножко американского боксера? Он вышел с явным желанием взять реванш за товарища по команде. Ну, я так не думаю. Он потерял немножко хладнокровность. Посмотрите. Я так не думаю. Я не думаю, что у него было желание огромное отомстить. Нет, он хороший мастер. Он просто не смог Ковалева перечувствовать. Его стал без подготовки атаковать. И стал пропускать удары. Этого достаточно. Вот сейчас вот целый разгром. Ну, интересно, сможет ли Ковалев попасть еще раз? Думаю, да. Посмотрим. Если он попадет, то бой может закончиться. Ну, а вот здесь Сергей Ковалев. Как много все-таки у нас хороших боксеров. Вот одна тактическая ошибка американца пошла на пользу российскому боксеру. Использовал он все промахи. И удары навстречу. И потом в атаке все закончилось. Вот в этом раунде плачевно для американца. Хорошо отбоксировал Сергей Ковалев. Он нравится зрителям. Посмотрите, они его приветствуют. Посмотрите, атака. Он ударил в атаке. Раз. 2004 года. Бронцевый призер чемпионата России 2007. Право. Прекрасный удар. Еще раз попал в атаке. Вот на встречу. 2005 года. Сергей Ковалев. Город Шелец. Три удара подряд вправо. Просто классика. Просто классика бокса. Три такие двоечки. Удара. Понимаете, американец стоит на месте. Пропускает и стоит. Ну, потому что первый удар был сильный. Он уже... Ну, после такого удара может уже ноги трудно включить. Вы думаете, он был потрясен с первого удара? Я думаю, не так. Я думаю, он пропустил первый удар. Он не ожидал, что он ударит еще раз. Он ударил еще раз вправо. Но он не ожидал, что он ударит третий раз. То есть одна и та же. Ну, три удара справа подряд. Да, такая третья граната, которая прилетела и достигла. Это редко бывает вовсе. Ну, что ж, тем интереснее будет сейчас там посмотреть третий раунд. Удастся... Насколько, вернее, удастся Сергею Ковалеву развить свой успех? Ну, вы знаете, разрыв-то достаточно в очках. Приличный. Я думаю, что нужно будет заканчивать этот бой, не особенно рискуя. Пускай, понимаете, вот такой ситуации, как шахматы. Пускай соперник рискует. То есть у Ковалева приличный запас. И пускай рискует соперник. Он будет рисковать, он вынужден ошибаться. А этого достаточно. Удар у Ковалева хорош во встречу справа. Я думаю, что все-таки у него будет шанс нам это продемонстрировать. Давайте посмотрим. Ну, американец явно обескуражен, конечно. Он пытается идти вперед. Но действительно комфортный, очень комфортный счет для Сергея. Он ничем не рискует. Он сейчас просто должен вести свою партию. Вот снова великолепная атака, посмотрите. Уже избирательно работает, спокойно. У меня такое ощущение, что немножко вот уже настолько раскрепощен Ковалев. Я не говорю, что излишнее пижонство появилось. А просто даже не уважение к сопернику, а просто такое, знаете, все-то зволенность. Американцы ничего не могут сделать. Но это опасная ситуация. Но это, с другой стороны, это очень хороший кураж, который помогает ему в ринге. Опасный, да, безусловно. Никто не говорит, что он должен терять бдительность. Но вот эта расслабленность, это спокойствие, оно и столько уверенности сил придает ему. Но, может быть, вы и правы в этом. Может быть, кураж, да, кураж в боксе нужен, когда, так что называется, мать пошла, да, что называется, интересно боксировать весело в бою, и руки летят. Может быть, кураж. Но дело в том, что американец, он до конца изменился, что не прибит еще. Он может еще и ударить. Не, ну в боксе, безусловно, надо до последнего быть внимательным, не допускать никаких вольностей, никакого пижонства. Это аксиома. Но когда, в любом виде спорта, когда человек раскрепощается немножко, да, это идет на пользу. То, что вы сказали, в этом что-то есть. Да, вот кураж, ну раз, ударил, и у него все пошло, и руки полетели, вот смотрит противник, а подавлен. Наверное, да, наверное, какая-то веселость появляется, игривость такая. Но в боксе, вот я все время опасаюсь вот этой ситуации. Я просто, ну, уже много видел боксов всякого. И уже на таком кураже... Я не сомневаюсь. Люди на таком курже выскакивали, а потом их долго-долго искали на полу, на стиле ринга. Ну что ж, 19-6. Такой счет у нас в этой встрече. И последний, заключительный, четвертый раунд. Знаете, и передний Ковалев достает, и передний по-прежнему достает, бросает. Вот видите, передняя рука? Да, да, да. Она, может быть, ну, не точно ложится в цель, но жить она сопернику мешает, это точно. И знаете, что мне очень нравится, что многие наши ребята здорово прибавили после первой встречи. То есть они делают выводы, они понимают, они вот учатся на этих поединках. Да, здесь я с вами согласен. Да, фраза не годится, что американцы куру стали. Нет, они такие же, какие были. Наши прибавили. Вот здесь да, здесь правда. И это, собственно, чувствуется. Вот видите, уважаемые телезрители, нам часто показывают тренеров сборной США. И озабоченность на их лицах проявляется все больше и больше. Огорченные, да? Ну, сейчас ничего не было, просто потерял на навесе Ковалев, да еще воткнулся на руку. Там никакого удара не было. Но все равно надо быть очень внимательным. Последняя минута идет четвертого раунда. Это абсолютное преимущество нашего боксера. Вот он снова демонстрирует великолепную технику, посмотрите. Справа, еще раз вправо. Может, попадешь. Еще раз вправо. И попадешь. И ты же три удара подряд справа ударил. Ну, хотелось бы мне, чтобы это закончилось очень интересно и в нашу пользу. Последние секунды. Ну, что ж, не удалось продемонстрировать свой сопрушающий удар еще раз Сергею. Но бой он провел великолепно. Ну, да. Было у американца желание проявить себя во всей красе. Наткнулся. Или пропустил три подряд удара справа. Желание это пропало. И он просто... У меня такое ощущение, он просто отбывал номер. Да. Вот в этом раунде. Да, в этом раунде, да. Он просто хотел продержаться эти заключительные две минуты. Не упасть на настил ринга. Он прекрасно понимал, что выиграть не удастся. Ну, а мы поздравляем Сергея Ковалева. Хорошая, красивая, убедительная победа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!